Всем привет! Вы на канале Покашеварим и сегодня, как обычно, будет вкусно. Но помимо этого будет еще интересно, потому что сегодня мы выясним с вами, в чем отличие между американскими панкейками, вот этими мажорными, которые в кафешках подают, от наших классических оладьев. А пробовать мы сегодня будем то, что у нас получится, вместе с новинкой от Простоквашина. Выпуск у нас сегодня исследовательский, поэтому мы и в оладьях с панкейками разберемся и новинку попробуем. Новая десертная сметана от Простоквашина с клубникой и с черникой. Это, несомненно, скрасит вкус и панкейков, и оладьев. Давайте готовить наши... Я буду их называть оладьи. Все-таки вот оладья это как-то... Вот яйцо и курица, что раньше, да? Мне кажется, оладья это первоочередное слово относительно чего-то небольшого и пышного. Оладья. А уже потом всякие панкейки. Конечно, с теста начинаем. Для оладьев тесто готовится в основном на кефире, но это для упрощения. Иногда используют дрожжевое тесто, но это дольше. Мы делаем на кефире. Оладьев я буду делать заведомо больше, поэтому беру пол-литра кефира. Добавляем одно яйцо. Полторы столовые ложки сахара. И вот здесь первое отличие. В оладьях я использую соду, потому что у меня там есть кислая среда в виде кефира, и сода нормально будет работать. Вы же знаете вот эти советы в рецептах. Погасите соду. То есть добавьте уксус, добавьте лимонную кислоту в соду. Для чего это делается? Для того, чтобы сода начала работать. Сода взаимодействует с кислотой и пузырится. А вот в панкейках мы используем разрыхлитель, потому что там кислой среды никакой не будет. А разрыхлитель не что иное, как сода с кислотой, уже добавленной внутрь. Вот секрет пекарского порошка. Начнем уже перемешивать. Можно это делать с помощью какого-то миксера, но по большому счету для оладьев нам достаточно вилки. Просто надо перемешать сахар, перемешать соду и потом замесить муку. С панкейками так не прокатит. Там нужна большая скорость. Я добавлю еще растительного масла внутрь. Это у меня оливковое масло. Можно и не добавлять, потому что мы все равно будем жарить на масле, но лучше добавить. Вот видите, сразу пошли пузыри. И сам кефир, в принципе, можно сказать, газированный. И сода дала эффект. Вот они пошли пузырьки. Все, можно добавлять муку. А я сразу добавлю все. У меня 400 граммов муки. Из этого получится огромное количество оладушков. Я вижу, что стоит еще добавить кефирчика. Тесто получается как жидкая сметана такая. Тесто для оладьев готово. Желательно оставить на несколько минут, чтобы все-таки сода вместе с кислотой начали окончательно работать и уже после этого жарить. Тогда у вас пузырики будут как надо. Теперь тесто для панкейков. Первая принципиальная разница в том, что тесто для панкейков это фактически жареный бисквит. Бисквит. Ну, знаете, что такое бисквит. А панкейки переводятся дословно как пан. Это жареный. Кейк это пирожное. Жареное пирожное. Любой бисквит начинается с взбивания яиц вместе с сахаром. Именно взбивание. Поэтому нам потребуется что-то такое механизированное. Либо активно поработать венчиком. Тесто для панкейков я делаю в два раза меньше, но обратите внимание. Яйцо по-прежнему одно. Сахара я кладу не полторы, а две столовые ложки. Это значит, что они слаще. И это сейчас все взобьем. И взбиваем миксером. Пока сахар не перемешается и все это не станет беленькое и пышное. Таким образом добавляется кислород и дополнительные пузырики в панкейке. Вот такая кайфовая штука у нас получается. Добавим 200 миллилитров молока. Ну, граммов. Я их приравниваю почему-то. На этот раз я добавляю разрыхлитель теста. То есть, та же самая сода, но с кислотой добавленной. Вы можете дома купить лимонную кислоту. Перемешать с содой и у вас будет разрыхлитель теста. Обязательно посолю. Добавлю муку. Растительного масла. Вот здесь это важно, потому что скоро я вам расскажу еще про одно ключевое отличие. И все вместе взобьем. Так забавно, смотрите. Я могу управлять это. Не ньютоновская жидкость, походу. Все. Тесто для панкейков у нас тоже готово. Как правило, в кафе, там в ресторанчиках, где я пробовал панкейки, есть еще привкус ванили. Поэтому можно добавить какой-нибудь ванилин или ванильный сахар. Я воздержусь. Хотя он у меня есть. А вы добавьте. И, кстати, посолить тесто для оладьев еще надо. Мы это забыли сделать. Соль это святое. А то получится пресно. Две чудесные мисочки отправляются жариться. И тут еще одно принципиальное отличие панкейков от оладьев. Оладьи жарятся на масле, а панкейки жарятся на сухой сковородке. На левой мы жарим оладушки, поэтому я добавляю растительное масло. А здесь абсолютно сухая нагретая сковорода. Еще одно отличие в том, что панкейки всегда больше, чем оладьи. Поэтому мы выкладываем... Можно выложить, наверное, половником. Я буду делать ложкой. И оладушки. Опа! Все, панкейк готов. Снимаем. Он получается пышненький, высокий довольно. И еще одно ключевое отличие панкейков от оладьев, то, что оладьи тупо горочкой складываются и все от души кушается, а панкейки вот так стопкой. Ну так принято. Давайте пробовать. Мы разобрались в разнице этих двух продуктов. Они идеологически похожи, но они разные. Это бисквитики, это пышные блинчики. Назовем их так. И то, и другое довольно вкусные. И, конечно, это станет еще вкуснее, если используют какие-то добавки. Например, часто используется кленовый сироп с панкейками. Или бекон, например. Американцы любят с беконом завтракать панкейками. В нашем случае добавки сладкие и вкусные. Это десертная сметана, как я и говорил, от простоквашина с черникой и клубникой. Итак, панкейк. Что из себя представляет панкейк? Ну, действительно, он представляет из себя фактически бисквитик. Вот такой пропеченный, довольно пузыристый внутри. Что из себя представляет оладушек? Он гораздо мягче, чем панкейк. По ощущениям он гораздо влажнее, чем панкейк. И, пожалуй, в этом основная причина, почему оладьев я сделал больше, чем панкейков. Давай сравним в онлайне. Я, я говорю, я заведомо знал победителя. Оладьев вкуснее, чем панкейки, потому что панкейки, ну, посуше. Мне они поэтому чуть меньше нравятся. Суховато. Понимаете, тут вот прикол в том, что вот эта штука, она более десертная, что ли, да? То есть она более сладкая. Она какая-то, несмотря на то, что там нет ванилина, но ощущение, что более ароматной. А вот это ближе к еде. То есть, ну, как оладьи ближе к народу, что ли, я бы так сказал. Их можно совершенно спокойно там с грибами есть. То есть, ну, это ощущение, что оладьи это как хлеб, а это как десерт. Ну, и давайте попробуем новую десертную сметану. Мне очень интересно, я еще не пробовал этот продукт. Мне очень интересно, что он из себя представляет. Клубничная сметана, она розового цвета легкого, с кусочками клубники внутри. Клубника уходит у нас на оладушек. Вкусно. Так, ну, давай попробуем с черникой. Черника, у нее такой цвет фиолетовый или сиреневый. До сих пор не могу объяснить дочери разницы в этих цветах. Фиолетовый ближе к синему, да, а сиреневый ближе к красному, что ли. Так. И черничный прикольный. Кстати, и там, и там чувствуется вкус. Здесь клубники, тут черники. Черника, кстати, мне, наверное, больше понравилась. Потому что я вообще люблю чернику. Так, ладно. Давай попробуем теперь блинчики. Я уверен, что для панкейков добавка в виде десертной сметаны, это очень хороший вариант. Потому что, ну, они сухие, реально. А так они редко становятся съедобными. Короче, панкейки однозначно надо поливать. Мой выбор однозначно за оладьями. Вот пусть они чуть менее пышные, наверное, чем панкейки. Блин, ну они вкуснее. Я не знаю. Вот когда ты жаришь на масле, когда ты чувствуешь кислинку там от кефира. Ну, в принципе, ты будешь чувствовать эту кислинку и на дрожжевом тесте. Потому что, ну, закиснет тесто фактически. Вот. Это клево, понимаешь? Это классно. Панкейки это как бисквит. Ну, просто так ты бисквит есть не пушь. Ты все равно хочешь сделать из бисквита торт. Не знаю, там, каких-нибудь кремов намазать или что-то. Да. Просто Клашина выручает. Серьезно. Десертная сметана выручает панкейки. Он становится похожим на хороший достойный десерт. Да и оладьям десертная сметана с клубникой и черникой крайне подходит. Вообще классная вещь. Попробуй с ней сделать какие-нибудь сырники или блинчики. В общем, надеюсь, вы поняли. Вы поняли, в чем разница принципиально этих двух продуктов. Не ведитесь за американскими названиями. Они не значат, не означают, что это будет лучше, чем наша классика. В общем, наши оладушки побеждают. Лично для меня это гораздо лучше. Готовьте оладьи. Ди панкейки готовьте. И пользуйтесь десертной сметаной от простоквашины. Вкусная вещь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok